Я вначале попробую рассказать и напомнить, что нужно сделать, чтобы получить ключ, а потом я расскажу, что у нас происходит с ключами, и почему все так горят, почему все так жаждут, и какая же драма с ними сейчас происходит. Приветствую, агенты Валоран, с вами Артя. Не так давно вышло интервью с представителем Riot, где он отвечал на вопросы подписчиков в ВК-группе на стриме Фенергота. Поэтому сегодня мы послушаем ситуацию с ключами к закрытому бета-тесту, чтобы наконец расставить все точки над В, потому что данная тема волнует большинство людей, которые на этот самый тест еще не попали. Как получить ключи никто не понимает, все их называют почему-то, кстати говоря, ключами, в том числе и представители Riot. Поэтому мы сейчас будем слушать вставки с этого интервью, и, соответственно, сделаем какие-то определенные выводы по окончанию. Что происходит с ключами? Почему люди страдают? Почему так много людей просят ключи и как их получить? Смотрите, на самом деле для того, чтобы получить ключ, для того, чтобы участвовать в розыгрыше этого ключа, вам достаточно посмотреть около пары часов стримов. После этого ваши шансы, в зависимости от десятков часов, которые вы проводите на отвече, они, конечно, увеличиваются, но не очень значительно. Я попробую объяснить, почему. Дело в том, что сейчас шансы получения ключа определяются в основном вашим количеством желающих и количеством людей, которых мы запускаем в закрытую бету. Для примера, мы брали первый день, когда мы раздали всего 50 тысяч доступов на аудиторию, которая в пике на Твиче нам дала, по-моему, миллион семьсот человек, которые смотрели онлайн. И это именно те, которые были в этот момент на Твиче. Само собой, тех, кто мимо проходил, тех, кто смотрел там и отваливался, было гораздо больше. Но даже если мы просто возьмем и поделим эти доступы на количество желающих, то у математики быстро прикинут, что там шанс был, ну, сколько? Где-то 3%. Вот. К сожалению, это очень маленький шанс. Не все получат ключи, и нет нужды себя загонять. К сожалению, у нас не будет возможности пустить всех. На то она и закрытая бета. Ну, по итогу мы имеем следующее. Количество ключей явно ограничено, и раздавать доступ к игре на протяжении всего теста не будут. Я вставлять все эти 2 часа интервью, естественно, не буду, если что, ссылка на него будет в описании. Но также стало понятно следующее. Чтобы получить доступ к игре, не нужно сидеть десятки часов на стримах. Достаточно 2-3 часов, и у вас уже будут те самые желанные 2%, чтобы получить доступ к игре. Ключ также может прийти тогда, когда вы будете оффлайн, поэтому проверять свою вкладку о уведомлении на твиче обязательно, постоянно. Представители Riot также объяснили причину, почему сейчас идет закрытый бета-тест, а не открытый. При том, что игра уже выглядит достаточно достойно. Пару слов, почему мы вообще закрываем доступ к игре сейчас. Почему бета сейчас закрыта? Она не случайно закрыта. Если вы следили за нами в первый день, то вы, наверное, видели о том, что у многих стримеров были проблемы со входом, с игрой, с пингом, с дисконектами и прочими неприятными вещами. И несмотря на то, что их за несколько часов массовую часть удалось устранить, мы по-прежнему видим, что они происходят время от времени и портят игрокам опыт. Мы не хотим, чтобы все игроки с этим столкнулись. Мы не хотим, чтобы наша игра произвела вот такое первое впечатление на играющего. Поэтому мы сейчас постепенно увеличиваем вместимость наших серверов. Сейчас Valorant играет несколько сотен тысяч игроков по всему миру уже. Но мы будем следить внимательно за нашими техническими аспектами игры и очень порционно увеличивать эту вместимость. И также мы зацепим вопрос, который нам на данный момент интересен. Когда же все-таки ОБТ? Когда все те, кто не смог попасть на закрытый тест, смогут поиграть? Покровенно говоря, мы у себя внутри не имеем точной даты ОБТ. Она есть, она есть в календаре для нас, но она запросто может отодвинуться. Что означает фаза открытого бета-тестирования для игры и сервиса, которая, ну, мы надеемся, что будет жить десятилетиями? Да ничего, на самом деле, кроме того, что она будет доступна всем игрокам. Мы сейчас внимательно следим за тем, как наша инфраструктура выдерживает нагрузку. И мы думаем над тем, что мы будем предлагать игрокам именно на этапе, когда мы решим пустить всех. В зависимости от того количества контента, который будет доступен игрокам, в зависимости от того, насколько мы себя будем уверены с точки зрения техники, мы примем решение, возможно, сразу идем в релиз. Эта вероятность тоже есть. Ну, собственно, ролик длинным я делать не собирался. Надеюсь, ответы на часть вопросов по доступу к закрытой и открытой бете вы получили из данного видео. Я планирую также рассмотреть все вопросы из интервью, сделать выводы и донести их до вас. Оставляйте комментарии с мнением по данной ситуации, подписывайтесь на канал, чтобы я знал, что подобные видео вас интересуют. И спасибо вам за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...